Боксерский 2021 год продолжается. По инициативе Федерации бокса Одесской области была открыта новая федерация бокса в Белгороднестровском. Президентом новосозданного подразделения стал депутат облсовета Виктор Адриенков. Президент областной федерации уверен, что при таком руководителе спорт в Акермане будет развиваться колоссальными темпами. В нашем области, в любом регионе, где-то будем развивать бокс, для нас это праздник. Поэтому достойно выбрали кандидатуру. Действительно хороший парень, любит спорт. Надеюсь, совместными усилиями мы будем развивать бокс в этом регионе. У нас команда очень сильная. Я думаю, в ближайшее время будут результаты. Виктор Адриенков на протяжении семи лет поддерживает молодых начинающих боксеров, которые в ближайшее время представят Украину на международных соревнованиях. Основная цель создания и деятельности Федерации бокса Белгороднестровского района – обеспечение развития и популяризация бокса в территориальных громадах укропненного Белгороднестровского района. Сегодня была пройдена презентация Федерации бокса нашего района. Это организация создана для того, чтобы помочь молодежи раскрывать свои таланты, популяризировать данный вид спорта, развивать бокс в нашем районе, организовывать чемпионаты. В ближайших наших планах это чемпионат Украины среди школьников, который пройдет в мае месяце в нашем районе. Ну а также принимать активное участие во всех чемпионатах области Украины, готовить спортсменов, помогать спортсменам, сопровождать их юридически, ну и оказывать всевозможную помощь, собственно, ту работу, которую должна выполнять Федерация. Во время презентации районная и областная федерация подписали договор о сотрудничестве. Ближайшей общей задачей является организация чемпионата Украины по боксу среди школьников в Затоке, который состоится в мае. В наших целях большая работа по развитию работы в области бокса не только в Одесской области, но и конкретно в Белгороднестровском районе. И уже в ближайшее время с 17 мая 2021 года в Белгороднестровском районе в ПГТ Затока пройдет чемпионат Украины по школьникам, который будет проводить отбор на чемпионат Европы, где мы глубоко уверены, наши спортсмены будут занимать медали высокого уровня. Новосозданная федерация может рассчитывать и на поддержку областного управления физической культуры и спорта. Глава профильного управления Валентина Кольчак напомнила, что ежегодно лучшие спортсмены Одесской области получают стипендию от облсовета. Победные боксерские традиции в регионе нужно сохранять. Уверены в спорт управлении. Зі свого боку, Одесская областная державная адміністрация управления физической культуры и спорта, мы будем допомагать все, что есть сегодня в нашем финансировании. По-перше, это грошева допомога, которая выдаётся для лучших спортсменов в области. Каждый год эту стипендию отримают 3-5 спортсменей, которые народились и сегодня мешают и выступают за Белгороднестровский район, за місто Белгороднестровск. И мы подальше будем продолжать допомогать нашим спортсменам и тренерам достигать своих найвищих пьедесталей. Открытие федерации бокса в Белгороднестровском районе – это событие не только для спортивного сообщества, но и для всего районного центра. Сейчас по всему району работает 5 боксёрских клубов. Среди воспитанников большое количество чемпионов области, страны и Европы. Акерман – кузня талантливых спортсменов, но им необходима поддержка. Сегодня реально для города это очень важное событие, важное для нашей молодёжи, для наших керманцев, для жителей района, для молодёжи района. В данном случае это, так сказать, платформа для наших спортсменов, для того, чтобы им дать возможность раскрыться, получить результат. Я надеюсь, что благодаря сегодняшнему событию наш город Белгороднестровский и район Белгороднестровский получат много ещё прекрасных звёзд и спортсменов. Очень много детей занимается город. Вообще Акерман – это кузня спортсменов. Я считаю, лично у меня в клубе занимается около 150 детей. Это 6 групп по 25 человек. Мы занимаемся недолго, полтора года, но уже есть призёры Украины, есть победители чемпионата области. Двигаемся в правильном направлении. Дети не шастают по улицам, не занимаются ерундой. Они выплёскивают свою энергию в залах. Тем самым это хорошо. Это событие показало – спорт может развиваться и во время не самой благоприятной эпидситуации. Новые клубы продолжают открываться, а это значит, что совсем скоро на мировой ринг выйдут и представители Одесского региона, которые достойно представят свою страну. Субтитры создавал DimaTorzok